Слушатели этого мастер-класса приехали в Челябинск из Уфы, Самары и даже из-за рубежа. Одна участница приехала из Ирана. Автор мастер-класса Ирина Недялкова – фотограф по-настоящему уникальный. Всемирную известность Ирине принесла серия снимков пожилой пары. Фотосессия с Сергеем Арктика и Валентиной была создана в Санкт-Петербурге, на Финском заливе. Фотосессия была в рамках мастер-класса, то есть это был фотофорум. У меня было как раз 30 учеников, ну примерно плюс-минус 30 учеников, очень много чаек. Чайки были созданы, естественно, это не фотошоп, это было искусственно приманено. То есть мы набрали огромные пакеты с хлебом, бросали в небо, увидели одну чайку и стали их прикапливать. Мне очень нравится фильм «Дневник памяти», я обожаю этот фильм. И как раз накануне этой съемки вышел клип у Анжелики Варун, он назывался «Мама». И вдоль, в клипе были такие картинки, я сейчас вот, у меня даже мурашки подниму, вдоль линии пляжа идет такое вот поколение, мама идет, дочка, внучка. Но, естественно, повторяться не хотелось, но почему-то хотелось заснять вот именно пожилую пару. Пожилую пару. Пришлось срежиссировать эту съемку, но прошло настолько на ура, что вот мы, 30 человек, когда фотографировали все группы, мы были настолько вот тронуты вот этими эмоциями. У нас вот мурашки, не знаю, у нас слезы текли, мы вытирали слезы, фотографировали, это было очень-очень трогательно. Вот этот ветер в волосах, чайки, звучала вот эта вот мелодия почему-то вот в душе. Все сложилось на ура. Я выложила себе в социальные сети, это был Инстаграм, Контакт, Фейсбук, и потихонечку стали, выложил Кэнон, официальный сайт Кэнон, выложил эту серию, потому что я снимала на Кэнон, они у меня запросили параметры снимков. Вот, дальше, в общем, сарафанное радио включилось, пошли группы-миллионники ВКонтакте, и реально у меня где-то по 10 тысяч человек в день добавлялось в Инстаграм, мне писали со всего мира. В Канаде было 13 миллионов просмотров только за сутки, за сутки. Китайцы, в общем, могу сказать, что Россия приняла эту серию не совсем, конечно, в штыки, но все же было очень много критики. Люди писали о том, что почему у нее растрепанные волосы, лучше бы собрали ей в пучок, почему у нее такая комбинация прозрачная, все видно не по возрасту, а что же на нем за короткие штанишки. В общем, искали много всего и везде. Вот, европейцы, американцы, китайцы, это они просто, хотя я нигде не обманывала, я везде написала, что съемка постановочная, что как у нас происходило действие, но они настолько верили в это чувство. Возможно, просто наша старость, то, что мы видим своими глазами, и старость в Европе, наверное, это разные вещи, но все-таки, не знаю, кто хочет, тот поверил в любовь, и вот самим бы хотелось пройти вот так вот рука в руку, и чтобы вот эта серия воплотилась в жизнь даже в наших историях. Один из успешных проектов Ирины называется «Дом сказки». Эти фотоснимки интересны и с художественной, и с технической точки зрения. Именно поэтому мастер-классы Ирины так популярны среди фотографов. Мне интересно было изнутри посмотреть, как она работает. То есть я это увидела, я что-то себе взяла, то, чего не знала. Что-то, конечно, знала, но большинство взяла очень нового для себя. Жду конца второго дня полностью поглотиться во все вот это вот, и потом по дороге домой переваривать эту пищу всю. Они воздушные, они добрые, но они при этом про жизнь. Они не искусственные, сказочные, но при этом вроде бы как бы про нас. Именно то, что они живые, они настоящие, в них нет много обработки. То есть она делает все на съемочной площадке, и на обработку она не тратит много времени, и ее практически нет. Ну, есть, конечно, практически нет. Я всегда говорю, что мой успех – это успех моих ребят, моих студентов. У меня было время, когда я с фотошопом была на «ты» и методом «тыка», до того, как у меня появилась камера, я уже за 9 лет знакома была с фотошопом в обработке. Конечно же, когда поступили первые запросы на «как вы обучаете ли вы, как вы обрабатываете фотографии», я была жательная, честно скажу. Я воспринимала все категорично «нет», потому что я думала, как же так? Это я сейчас свои знания кому-то раздам, и вы пойдете завтра снимите лучше меня, «нет». Я готова была со своим знаниями не увереть и никому ничего не рассказывать, да. Но это все периоды, это время меняет, то есть это новый выход из зоны комфорта. Те люди, кто захотят найти информацию, они найдут мне везде, где угодно, они сами до этого дойдут. И почему же не помочь, почему не поделиться? И для меня сейчас, вот для меня это какое-то удовольствие, когда я вижу реально в социальных сетях после моих уроков, я вижу, что фотографы, картинки другие, они растут, я за них искренне радуюсь, вижу победы. Это ни в коем случае не конкуренция. В любом случае, ты впереди, ты все равно идешь дальше. Вот, это здорово.